Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! С вами Роман Карасев и сегодня я в гостях у Расула Бакиева. И мы сегодня говорим не только о дзюдо, но и вообще о жизни. И спасибо, Расул, что пригласили меня к вам в гости. Здравствуйте, Расул! Здравствуйте! Расул, дзюдо – это просто или сложно? Ну, дзюдо не просто нужно заниматься, дзюдо нужно любить это дело еще. То, что и со мной произошло в моей жизни. Для начала это была игра, потому что мы были маленькими, нам было по 4-3 года. Мы играли просто на тотале. Потом это, когда сознание к нам пришло, что куда нас это приведет. Даже когда некоторые вещи, когда для нас была полностью темнота, мы не понимали. Но мы доверяли своим тренерам, прислушивались и просто делали то, что нам говорили. Даже те моменты, когда были ситуации, когда мы чего-то не понимали. Но мы понимали, что перед нами стоит задача, и задачу надо выполнить. Задача была не из легких. Это принести клубу, принести своей школе олимпийскую медаль. Получается, что дзюдо – это и просто, и в то же время сложно. Знаете, для меня, вообще для мужчин, я не понимаю. То есть, если сидеть и просто ныть, и говорить, что там холодно, здесь жарко, здесь сложно, здесь легко. Организм человека такой, что если дать команду и взять его просто в руки, то можно добиться многого. Я могу себя, как пример, рассказать очень многое про то, что как можно преодолеть именно такие сложности, когда именно человек имеет свою цель. Он просто не смотрит на трудности. Я знаю, у вас спортивная семья. Отец ваш тренер, братья занимались и самбо-дзюдо, да? И вы, то есть для вас было, в принципе, все предрешено, что дзюдо – это для вас? Или все-таки у вас был выбор? Выбора не было. Мы все занимались борьбой, и нам всем это нравилось. Но я не просто занимался, я любил заниматься тюдом. Для меня это, я понимал, что это, ну, для меня это самый лучший вид спорта. Я это говорю как профессиональный спортсмен, как тренер и как руководитель. Сейчас я веду тренировки с детишками, там меня иногда просят. Самому младшему моему ученику это 2,8 месяцев. То есть ребенок, который у меня занимается. Я просто очень рад, очень счастлив, что вот родители с таких, с такого возраста приучивают ребенка именно к занятиям. Как вы думаете, вы были талантливы для дзюдо? У меня было желание, и, конечно же, я потихонечку начал развивать свои слабые стороны. Талант, как сказать, среди других, если по сравнению с другими дзюдоистами в нашем клубе, я считался таким примером для остальных. А в чем вы вот сейчас, да, можете, так сказать, поделиться с нами, в чем вот этот был пример? Какими качествами вы вот обладали по сравнению с другими? Я, наверное, один из лучших учеников, который выполнял план и задачи своего тренера. Несмотря ни на что. Это значит, получается, это природная, наверное, природная предисположенность. То есть вы генетически, как бы, к этому, не то, что вас кто-то заставил, а просто это от природы. Ну, не знаю, у меня такая внутренняя любовь именно к этому виду спорта, к этому направлению. Ну, как вы свидетелем становитесь сейчас, я даже этим сейчас занимаюсь. Все идет именно сюда. То есть даже когда я сейчас занимаю пост руководителя, ну, все равно я развиваю именно это направление. Вот. И все мои силы и все мои знания просто направлены в этот вид спорта. Когда первый раз у вас загорелась мечта об Олимпийских играх? Это было с детства, как я вот себя помню. Всегда мой тренер, это также мой отцом является, первый мой тренер. Вот. Он всегда говорил о том, что вот, ну, быть в республике – это здорово, это хорошо, но... Основная цель – это выступать под дзюдо и привести медаль с Олимпийских игр. Вот. Это мечта, это цель была моего тренера. Я жил и тренировался этой мечтой. Как вы думаете, вот, ваши мечты, которые у вас были в детстве, ну, возьмем, как бы, спортивные мечты, вы можете сказать, что вы их реализовали на сто процентов? А если нет, то что не дало реализоваться этим мечтам? Конечно же, мы спортсмены, большинство, мы целеустремленные. Нам просто показать цель, и мы будем двигаться в этом направлении. Вот. У меня была цель и мечта, у меня была мечта попасть на Олимпийские игры. Просто попасть, быть участником, быть среди этих спортсменов, лучших спортсменов мира. Я даже не мог представить, что я смогу завоевать из таких соревнований медаль. Вот. Я в себя поверил после чемпионата мира в Рио-де-Жанейро в 2007 году, когда я там стал прозовым призером чемпионата мира. И я там же сказал себе, что, ну, я хочу медаль. То есть, медаль. Первая, вторая, третья, я хочу медаль. Вот. И начал работать над этим. Вот. Быть участником – это была моя мечта. Привести медаль с Олимпиады – это была мечта моего тренера. Вот. Я, получается, осуществил свою мечту и осуществил мечту своего тренера. После Олимпийских игр, конечно же, построил четкий план, чтобы побороться за золотую медаль. Вот. Ну, в силу обстоятельствах, не хочу говорить о этих вещах, что случилось на этом пути. Вот. Не получилось просто, скажу. Ну, вы вообще довольны своей спортивной частью жизни, вот, спортивной карьерой? Вы удовлетворились вот теми результатами, которые достигнут? Я сейчас могу сказать, где были допущены ошибки и где нужно было доработать. То есть, над собой. И как надо было общаться со мной. И именно очень важна психологическая часть работы в тренировочном процессе. Для некоторых дзюдоистов именно этого не хватает. Мотивации не хватает. Показать новые пути, показывать новые решения. Вот. Это очень важно. Я сейчас, как уже специалист и как руководитель, это все прекрасно вижу и понимаю. И когда ко мне обращаются, я знаю, что нужно именно данному спортсмену. И нужны советы, нужны тренировочные процессы, нужна нагрузка. То есть, правильная нагрузка. Распределить все это. В этом я сейчас специалист. И понимаю в этом. В то время, как сказать, было хорошо, что меня наставляли, цель поставили. У меня появились последующие новые тренера, с кем я работал, с кем я сотрудничали. Вот вообще в своей спортивной карьере. Но не хватало еще именно знания. Не хватало тактики. Не хватало разнообразия в этой технике. Ну, в общем, я очень доволен, что прошел этот путь и кем я сейчас являюсь. Что я понимаю, что я как некий такой просто ходячее знание в этом виде спорта. Могу многое объяснить, рассказать и донести. Расул Бакиев до Олимпиады в Пекине и после полученной медали на Олимпиаде в Пекине. Одно и то же? Что-то изменилось у вас? В плане человечности я тот же. Но в плане знания, конечно же, я совсем друг к человеку. Вот есть так называемый кодекс дзюдо, дзюдоиста, может, вы тоже видели, да, там в многих клубах висит и так далее. Там есть разные выражения, там дружба, уважение и так далее и тому подобное. Вот мне хочется спросить у вас. Вот эти вот качества человеческие, да, такие нормы этические, да, моральные нормы. Как вы думаете, дзюдо способно ли развить в человеке или дать человеку? Или все-таки вот эти качества, как дружба, уважение, скромность, там, да, кто-то любит. Это все от природы идет, заложено по генетической линии. Или вот человек, пришедший, там, нетрудолюбивый, но благодаря дзюдо может стать трудолюбивым. Это зависит от тренера, это зависит от специалиста. Очень важно, когда, ну, ребенка отдавать в надежные руки. Там, где вот именно из него вырастет настоящий мужчина, заложат в него именно такие ценности, что там, уважение, дружба, преданность, любовь. Вот, этикет, само дзюдо, она прекрасный вид спорта. Вот, и в плане одежды, и в плане правилы. Поэтому дзюдо это очень многому учит, воспитывает. И, конечно же, ты занимаешься чем-то очень полезным. Потому что очень много ошибок человек совершает, когда он бездействует. Просто проводит время в пустое. Он должен быть чем-то занят. А именно выбрав дзюдо, ты можешь развиваться духовно, физически. Вот. И в своей жизни ты можешь наработать такие стороны, как такая братская семья, получается. В клубе, среди друзей, среди, там, своей семьи. Такое есть выражение, честная игра. Вы честно играли? О, я очень честно играл. Я, может, один из самых честных дзюдоистов являюсь. А вот, когда вы, допустим, видели, что что-то нечестно идет в поединке, вас тревожило это? В плане судейства? Ну, разные же есть моменты. В моей спортивной карьере тоже было. Ну, как вам сказать? Вообще, она, возможно ли, честная игра в спорте? Или это тяжело? Я вообще всегда стараюсь говорить только о хорошем. О плохом всем известно. Поэтому я скажу только свою сторону, точки зрения. А то те люди, которые допускают такие вещи, да, в себе, это пускай будет на их совести, они сами это знают, этого будет. Ну, этого достаточно, я думаю. Ну, в спорте, да, конечно, бывают моменты, когда ты проводишь техническое действие, бросок и не оценивали. Ну, здесь важно не останавливаться, важно довести схватку до конца. То есть, пока у тебя есть время, тебе надо еще раз постараться. И еще раз надо доказать свою сильную сторону. И еще раз показать свой профессионализм. И даже в этом случае, если даже у тебя не получается, да, ты, проиграв, приобретаешь некую популярность. Потому что судьи могут как угодно им решить. Но когда зрители и истинные люди, которые за справедливость, они это увидят, этот проигрыш даже тебе обернется большой славой. Ну, еще есть такое выражение «победа любой ценой». Как вы относитесь к этому? В спорте все прекрасно. И победа, и поражение – это часть жизни, часть игры. Даже у жизни есть конец. Поэтому победа любой ценой, я думаю, что нет. Победа должна быть, конечно. Но она должна быть еще не ущерб своего соперника. Сегодня, Расул, ну так перешагнем, да, вот этот рубеж. И вернемся в сегодняшнюю эпоху, в сегодняшнее время. Вы начали новый этап в своей жизни. Но его можно сравнить, наверное, с теми этапами, как циклами олимпийской подготовки, так назовем, да, которые вы прошли. Сложно? Раньше беспокоили травмы, сейчас беспокоят мысли. Сейчас, да. В плане вот что-то быть, взять руководящую позицию. Ну, так же сложно, как готовиться на Олимпийские игры. Получается, если ты добросовестно работаешь над этими проектами, очень сложно. Очень сложно собрать команду, очень сложно контролировать весь процесс. Ну, здесь надо быть и дипломатом, и психологом. Здесь надо быть сильным. Ну, такие качества. Нужно иметь правильный подход, чтобы создать условия сотрудникам, и чтобы одно второму было совместимо и полезно. Поэтому я считаю, что это тоже очень сложно и очень тяжело. Ну, я хочу сказать, что, уважаемым зрителям, кто смотрит, что, ну, так сказать, раскрываю секрет, да, мы находимся в клубе, который называется New Fitness. Это клуб Расулу Бакиева, это не просто клуб, это целый такой, вот я, спасибо Расулу, экскурсию провел он мне. Это целый, ну, такой комплекс физкультурно-здоровительных услуг. Ну, и, конечно же, куда без дзюдо, никуда, да. Основное такое важное направление – это дзюдо. И сейчас вы руководитель клуба. Как и спортсмен, и сейчас руководитель, есть определенные мечты, какие-то цели поставлены? Цель – развивать клуб и, конечно же, воспитать олимпийского чемпиона. Вот две цели. Видите уже каких-то, ну, я понимаю, что, может быть, еще сложно, все-таки клуб всего несколько лет клубу. Вообще, есть ли такие ребята, которые приходят, и уже в них есть что-то то, какая-то та искра, которая была в вас? Вот так вы можете, что-то такие вот есть ребята? Каждый, кто приходит в наш клуб, он имеет шанс стать великим спортсменом. Любой. Нужно просто к этому ребенку найти правильный подход. Сказать то, что у него загорится внутри. Вот. Поэтому наша задача, и слабого дела здесь сильных, и когда они, дать им эту мечту, показать им, куда это приведет их, кем они могут стать. Вот. Это вполне возможно, реально, тем более с нашими знаниями. Нужно просто уделять больше времени, полюбить этот вид спорта, и работать над собой. Вот. В этом и заключается наша задача. А так просто подтянуться, там, можно и во дворе. Выйти, там, везде есть, если турники и брусь, можно на этих брусьях и турниках там подтягиваться. Именно здесь мы даем знания. И наша цель именно, мы не знаем, это будет пятилетний ребенок или десятилетний, кто из них просто правильно примет информацию. Поэтому мы со всеми стараемся обходительно и относиться. И относимся. Есть, конечно, у нас и спортсмены, которые профессионально работают над собой. Вот. Конечно, мы с ними больше времени проводим. И я очень-очень рад, радуюсь тому, что вижу, когда новое поколение именно стремится быть лучшими и выйти уже на мировую арену. Такие возможности, которые сейчас имеются, это здорово, я скажу. У нас такой прекрасный большой просторный зал. И есть все условия для того, чтобы стать великим спортсменом. Вы меня провели по всем площадкам. И видно, что вы практически учли все нюансы. Имея опыт свой, где что-то, чего-то не хватало, вы все здесь дополнили. И это, конечно, впечатляет. Расул, я хочу сейчас вернуться в Таджикистан. И немножко поговорить с вами о Таджикистане. Таджикистан сегодня, с одной стороны, имеет большие традиции в борьбе. Но, с другой стороны, без малого, почти 15 лет, 15 лет, как нету результата на Олимпийских играх. Вы, по сути, пока первый под дзюдо, олимпийский медалист. И пока последний. Как вы думаете, почему, на ваш взгляд, опять-таки, это ваше мнение, на ваш взгляд, вот такой спад, вроде бы, с одной стороны, вы зажгли огонь, и для многих мальчишек, что обычный парень, Таджикистан, может стать призером Олимпиады, а с другой стороны, как бы, этот огонь, ну, не получил такое распространение. Эта искра не получила, как бы, огневого распространения. Хотя талантливых спортсменов, талантливых ребят, ну, вы сами видите, немало в Таджикистане. Сказать обо мне, я в 2008 году стал призером Олимпийских игр, и эта медаль была впервые в истории Таджикистана. из всех видов спорта. Мы открыли что-то новое, но в то время еще республика не понимала, что произошло, что случилось, да. Насчет того, что вот столько лет уже проходит, и нет медали, ну, с других видов спорта у нас пошли медали. Вот. А именно дзюдо, я могу сказать так, что каждый специалист, он должен работать на своем месте. Вот. Если, допустим, меня взять и поставить руководителем банка, я там обанкрочу вообще, потому что не имею знаний. Вот. Но если меня направит в направление дзюдо, где я владею таким знанием, то я начинаю развивать именно этот вид спорта. Вот. то, что сейчас у меня происходит. Но сейчас у меня большая радость, я радуюсь за всех спортсменов в республике, именно дзюдоистов, что у нас такой замечательный руководитель, который уже сделал немало для нашей республики. Действующий сейчас президент федерации дзюдо, он просто великолепно справляется со своей задачей. И как мы были свидетелями, и то, что он всех объединил, вот. это одна из сильных его сторон. И то, что провели сейчас гран-при, турнир такого мирового класса. Вот. И все мировые лидеры дзюдо, в том числе и Мариус Визер, вот, посетили Ушамбре, побывали там со всей своей командой. Они уже отсняли материалы, эти материалы про Таджикистан, уже везде распространили в мире дзюдо. Вот. Ну, то есть дзюдо у нас вышел на мировой уровень. Вот. И в дальнейшем есть очень большие такие планы. Я в Москве являюсь представителем федерации дзюдо Таджикистана, лично президентом федерации дзюдо. Я здесь развиваю таджикское, российское дзюдо. Также я хорошо общаюсь, контактирую с федерацией дзюдо Москвы. Мы, как мы вас пригласили на 28 число, вы приняли наше приглашение, у нас будет здесь Кубок Ильянова проходить, вот, с одобрением федерации. Вот. поэтому возвращаясь в Таджикистан, потому что для нас была мечта съездить там где-то побороться на таких кубках, гран-при, гран-швэм, вот, а сейчас эти гран-при, эти турниры такого класса проходят в республике Таджикистан. И плюс, ну, плюсов много, я самых таких ключевых хочу высказать, что идет просто огромное финансирование всех наших чудовистов. Они имеют возможность участвовать на соревнованиях, набирать очки, есть шансы и на вторых, и на третьих, и на четвертых номеров. республики. Вот. Просто нужно правильно распоряжаться и давать шанс всем нашим чудовистам, чтобы в конце всего этой истории, чтобы человек не остался на стороне и не сказал, что, ну, у меня был реально талант, и не дали мне возможности. Поэтому здесь уже должен именно не сам президент федерации, а именно команда должна работать над этим. Мы с этой стороны, конечно же, делаем все возможное и оказываем любую помощь и таджийским чудовистам, и российским чудовистам, чтобы они получали здесь максимально тренировочный процесс. Расул. Расул, вы уже сказали о турнире, который будет проходить буквально через неделю, да, у вас в клубе это открытый кубок Гальянова. Кстати, вот на ютюбе Планета Зюдо будет прямой эфир, так что заходите, ссылка там тоже будет. Турнир будет проходить в последние дни октября и по традиции в последние дни октября празднуется Международный День Зюдо. Что бы вы могли пожелать немножко заранее, ну, ничего страшного, всему мировому сообществу дзюдо, ну, и вообще всем людям, потому что дзюдо, как говорят, это больше чем спорт. Да, согласен. Я бы хотел пожелать процветания Международному Федерации дзюдо и сказать большое спасибо за то, что они делают, потому что я сам видел и был свидетелем того, как они относятся и как они развивают дзюдо. Это просто, ну, блестящий просто подход и политика мистера Мариуса Везера, вот, и все его команды. Вот, им процветание, чтобы они не останавливались на достигнутом и дальше продолжали работать над собой. То, что они делают сейчас, это просто великолепно. всем остальному миру спортсменам терпение, конечно, быть преданным своим тренерам, своей школе и также работать над собой, быть здоровым и быть полезным для общества. вот, вот, а в Российской Федерации, конечно же, терпение в этих нелегких днях, где мы проходим, да, такие сложности с этим, с международным олимпийским комитетом и вообще с Мирей дзюдо, вот, мы всегда рядом, мы всегда и в трудностях, и в радостях, всегда будем поддерживать Федерацию дзюдо России, Федерацию дзюдо Москвы, вот, и также будем развивать этот замечательный вид спорта в районе Галяна. Здоровье, процветание и побольше олимпийских медалей. Зрителям канала Планета дзюдо, конечно же, не пропускайте все видеоматериалы нашего друга Романа, вот, они просто замечательные, раньше приходилось их смотреть за кадром в Ютубе, а сейчас смотрите, куда это мечта, взять олимпийскую медаль, куда это нас привело. Сейчас имеем большую честь сидеть вместе с Таманом и давать такие интервью. Расул, спасибо, что пригласил, я всегда рад развитию дзюдо и вообще общению с людьми такими, как вы, которые не останавливаются вроде бы на достаточно больших высотах, а продолжают улучшать себя и помогать другим. Я надеюсь, те, кто посмотрел наш небольшой скромный видеорепортаж с Расулом о нем, о его мечтах, о его идеях, планах, о том, что было и том, что есть и будет и что-то больше узнали о Расуле и смотрите, изучайте, занимайтесь дзюдо. До новых встреч! С вами был Роман Карасев и Расул Бакеев. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова